Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным! Христос воскрес! Номер 156. События дня. За эпиграф взято следующее. Премудрость Соломона, 15 глава, 12 стих. Они считают жизнь нашу забавой и житие прибыльной торговлею, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль хотя бы из зла 16 мая 2016 года. Ну и дальше приближается день крещения у нас будет. Даю краткую маршрутку. Ни под каким видом не приезжать без разрешения. Официально запрос сделайте сюда, и я вам отвечу. Вот вчера тут просился один ему разрешено. Считайте внимательно, чтобы не было недоразумений. Кто не успеет приехать и командует правила. Почему? Да никакие почему. Дреск, вот такой парадок, устав. Устав в краевом отделе юстиции. Мы ничего не требуем вот этого. А почему курить нельзя? Ну дома кури, а сидеть туда не надо. Женщина жарко, идет там бюстгалтер в одном, там в трусах. У нас не положено. Должна быть одета по-христиански в платочки. Мы же к вам не лезем. К нам гости пришел и начинает командовать, и говорится, бузу наводить. Это не годится. Считайте внимательно, как проехать. Тут все сказано. Тормозните, задержите и дальше перепишите. Кто едет, обязательно в двух-трех экземплярах. Адреса и все остальное записать. Я кратко дорогой снимал. Сейчас ездил в Потеряевку. Видно будет, где едем, приметы. Сравнивать местность. Вот телефон. И главное, это вот, когда я нахожусь здесь. Вот, показывай. Это стационар. Вот он у меня, стационар. Это мне удобнее, потому что по мобильному больше двух минут вредно говорить для мозга. Если кто звонит, не чаще пяти раз за сутки. И дальше мой скайп. Вот он. Можно выйти в скайп, попросить. Сначала написать, не звонить. Когда, с чего можно там. Ну, по Москве с 4 до 17. Можно звонить. То есть, это запрос сделать, прямой или нет. У меня время тоже ограничено. Вот, считайте, где. Как ехать, как идти. Вот так. Я тут один, поэтому сам настраиваю. Пытаюсь сделать, я не вижу. Идет она запись, не идет. Вот мне пишет один человек. Лапкину Игнатию Тихоновичу, Михаил Зеленчуков. Ну, вот оно, возьмите где. Недруги сейчас, как правило, набрасываются на него. Ну, как свора диких бешеных псов. Даже на пасхальные дни не утихают. Всякие пакости делают. Безбожники. Одержимые демонами. Ни радости не имеют ничего. Создать ничего не могут. Мы конкретно показываем. Вот было поле. Вот пшеница растет. Вот калачи. Вот все конкретно показываем. Вот сейчас весна наступила. Как староста продает пшеницу. Покупает самосвалы. Огромные фуры едут. Покупают гречка. Вот этих ничего, людей нету. Показываем детский лагерь. Как работа идет. Пруды восстановлены. Вот приехал к нам архиерей. Как служба. Этих ничего нету. Даже имени нету. Какие-то цифры там разные ставят. И вот он пишет. Вот уважаемый Игнатий Тихонович. Ну, это принято. Уважаемый или нет, это не за что еще уважать-то. Обращается к вам журналист. Из Новокузнецка Михаил Зеленчуков. Новокузнецк это первый, который открыто начал лгать. Кемеровская епархия. Новокузнецка, видимо, они не вместе. Но когда-то были вместе. Всякую пакость. Книги мои под любым видом из библиотек вытягивать. У них там был. Какое отношение церковь к библиотеке. Везде нос стуют. Везде. И рано или поздно нос вместе с башкой отрубят. Обязательно. Потому что церковь должна заниматься тем, что Бог ей назначил. Идите, пропадайте. Евангелие. Евангелие. Не разбирать то, что не надо чужие книги, а свои, которые даны нам. Святые Евангелие. Не знаешь, называешь места Писания, вот я назвал, они не знают. И он пишет. В нашей Новокузнецкой епархии правящий архиерей запретил отпевать покойников вне храмов. Понятно, куда вторгаются. Отпевать. Слово отпевать вообще нет у них где в Писании. Здесь ни одного слова нет евангельского. Но явно дело, что человек... Речь идет о мертвых. То есть, как с мертвого еще что-то содрать. Мародеры. Архиерей-мародер. Почему? Потому что где-то отпевает, батюшка пошел. Он тоже батюшка не отвечает ни за счет. Попадет он в рай, простится. Кто? А крещен был. Моченый. А то, может быть, он в церкви ни разу не был. Но моченый был. Мокрой ладошкой по башке, говорится, заехали. Вот и все. И верующий считается. И теперь он будет там, батюшка, гнусавец стоять. Ему деньги будут давать. Да еще и выпить подадут. Нателикался, лежит на могиле. Прямо отпевал там, да отпевался. Я смотрел, это ужас один. И его в кармане проверили. Главное, раньше было это. Более ранний период. А у него партийный билет в кармане. И положили партийный билет. С головой рядом сфотографировали. Ну, что спрашивают? А развратители? И вот он теперь. Теперь он не такой. У него партийного нет билета. Потому что вышел. Этот запрет касается только Новокузнецка, Новокузнецкого района. Хотя в ипарифе уходят еще несколько городов и сельских территорий. То есть алчность. Отпевать нигде нельзя. Во-первых, отпевать вообще ничего не значит. Молитва за умерших. Молитва за умерших никакой пользы не имеет, если человек был неверующий. Лжет священник. Раба твоего. Не был он рабом ни одного дня. Не был. Вот отпевает, да еще лицемерит. Помяни первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича. Да Богу нужны эти приставки генеральной секретари. Богу одно нужно. Войдите в радость господина своего. Я был голоден, накормили. И дальше перечисляется. Матфея, 25 глава. Вот что главное. А не то, что там теперь будет за деньги он там стоять, гнусавить. Дым пускать кодильный. Все обман. Лживость. Мародерство. Даже над покойником издеваются. Ну неверный человек. Ну и все. А у меня пять братьев там. У них есть законы пророки. Пусть слушают. Законы пророки. Библия на земле. Пускай слушают. А эти ходатайства ничего не имеют в силу. Милосты не подавать за умершего. Вот Иоанн Златоуст говорит. Это толкует он в пятую главу Деяния апостолов. В этом есть некая польза. Какая польза, даже не говорит. Кому польза? Кому польза-то? В первую очередь тому, кто делает. Что он накормил. Польза тому, кого накормили. А уж тому, кто знает, что будет. Я покажу сейчас места Писания, которые говорят о покойниках, о нашей жизни. Так а вы еще не молитесь за умерших? Каждый день молюсь. За отца, за мать, за родственников и за всех православных, за патриархов, священников. За всех молюсь. За Александра имения молюсь. За Дудко. За всех, которых я знал и которых не знал. И особенно за тех, которых убивают где-то. Убивают. Которые пытки терпят, что прими их в обители небесные. Я каждый день молюсь. У нас это принято так. Не надо привязываться. А то это сразу сектантством попахивает. Попахивает. Все у них пахивает. А провоняли уже с этими мертвецами. И все попахивает. Идите и проповедуйте. Работайте. Обернись назад. А пустой день прошел вчера. И пустая неделя. Ничего нет. Вот сейчас выставлять будем. Видимо, с завтрашнего дня обработка идет. Материалов, которые я пришел. Я два дня всего был. Полтора дня. Не два, а полтора дня. И посмотрите, что сделали за полтора дня. За полтора дня. Какая работа проделана. Ну и третий день. Это воскресный день. Приезжал архиерей. Местной метрополии. Митрополит Сергий Иванников. И как молились. И все показано. Конкретно показано. Здесь ничего нету. Лай собачи. Притом беспривязных собак. Над которыми. Ну то есть подвизгивают. Хвостом крутят. Перед архиереем. Перед кем-то. Трусы презренные. Причем этот запрет касается только такого. Священников. Вынужденно нарушивших этот запрет. Судят церковным судом. Ну понимаешь. Ни одного евангельского слова-то нету. Судят церковным судом. Как говорится. Наплевать да забыть. Но он его отторгает. Где-то ему дана власть маленькая. Он вырвался вперед. И как правило. Это жадность показывает с Украины. Которая. Лютое просто. Как волки. Бешеные. В силе такой. Они объединяются. Я их называю кодло-потряшшее всех. Вот везде. Где бы ни посмотрел. Где эти с Украины приехали. Евангелие не знают. Батюшка говорит. Ты теперь диаха. Надо знать Евангелие. Ка что це за книга. Даже Евангелие в руках не держал. Приперся сюда. У нас был священник. И говорит. С нашего села. Вот. 74 священника. С одного села 74. А ты где они? В России. И они друг друга знают. Они сгутарятся. Трошки друг друга узнают. И все. Ну все. Москаляку на геляку. И вот они здесь орудуют. Бритые. После смотришь. Лоснятся. Пузатые. Толстомордые такие. Все давно окатоличены. Ни один из них не крещеный. Там крапили его где-то. Крапленые. Даже слово А можно посадить. Крапленые. Карточная игра. Хотя они помогали прихожанам. Которые по различным причинам не могли привезти тело усопшего в храм. Завалить его этим мертвесами-то и уехать. Привезти и оставить мертвеса. Посмотреть что будет. Мертвому не будет в этом сраму. Мертвый не ему сраму-то. Мало того знать где архиерей живет. И прямо везти к нему туда мертвесов и складывать. Власть поднимется. Этого волка за хвост и в яму. Срамота одна. Зная о ваших глубоких познаниях законов церкви. Я прошу вас о помощи. Могли бы вы помочь мне найти ответы на такие вопросы. Да не в канонах дело-то. Этих канонов никто никогда не делал. Их нету. Просто нету никаких канонов. Я еще раз проверил. Нет ничего, нет. Это обман. Они что-то пишут для себя сегодня. Они вселенские каноны все попрали. Они давно там с Папой Римским в обнимку спят вместе. Такие же бритые. Ведь так же не крещеные. Все извращено. И такая же жадность. И руководство где-то надо им. А католичные? Паписты понаехали сюда. Первое. Соответствует ли запрет на отпевание вне храмов канонам? Русско-православной церкви. Ну как может соответствовать, не соответствовать, когда нет этих правил? Какими правилами РПЦ регламентирует отпевание покойников священниками? Ну это хорошо сказано. Я считал про одного батюшку Амброси Юрасов. Она пришла и спрашивает, как отпеть. Он говорит, ну как, как в церкви так. А вот он неверующий был, коммунистом. А, коммунистом. Ну не стал спрашивать, крещеный нет. Ну коммунистом умер. Он говорит, терпеть не мог, что я в церковь хожу, дочка. Он в Ленина верил? Да, он Ленина посчитал. Ну, говорит, там памятник Ленина есть на площади. Пусть гроб поднесут и гробом обнесут вокруг-то и гробом стукнут в подножие памятника. Ну и больше еще, Боже, памятник мертвый. Ну стукните хотя бы, чтобы в гробу-то он перевернулся. А вот теперь надо в рай протолкать. Не будет ничего, Бога не обманешь. Нет этого. На первый вопрос отвечать нечего. Ни запретов, ничего нету. Жадный волк вылез на арену, и он с мертва сдирает все. Так сейчас, где ни посмотрите, самый наглый поп. Это о ком? О Смирнове, Дмитрия. И все с кружкой сидит, запевает. Огонь в себе тушит гиенский. Ну, не крестили неправильно, ну что-то хоть выгода взять, с человека деньги взять. Самый наглый поп по вселенной. Заголовок, не я же ему ставлю это. Они ни людей не стыдятся, ничего. Сектанты, да объединяться надо, брать кирпичи там, громить их, бить. Это его проповедь Евангелия такая. Его не тронут. Почему? Да на его совести тысячи убитых. Он все танки, все освещает. Чечню трупами завалил. Опять дома сидит. Сидит на диване, так и говорит. Задница на два сиденья не умещается. Одна требуха вонючая. Еще спрашивают с них. Смотришь, страх берет просто. Что делает? Хоть немножко бы подумали, что ты тоже умирать будешь. Восьмером тебя понесут в гробу. Второе. В каких случаях возможно заочное отпевание? Во-первых, отпевания вообще ничего нет. Поминовение. Отпевание. Я пишу, что плакать надо учиться, а не отпевать. Возможно, всегда и все. Мы каждый день молимся за умерших. Каждый день. Почивших, Господи. Усопших рабов Твоих. А всех. В каких случаях заочное отпевать? То есть умер он, а его не могли. Вообще запрета никакого нет. Если есть, вот у нас здесь умирает, а батюшка не может приехать, вызывает священника. И он на дому там отпевает. Никто в храм не тащит. Не было нигде. Я даже не слышал о том. Ему нужен покойник. Почему? Учет. Учет. Священники бесправные. Некоторые бедные. Они крышу покрыть не могут в храме. А архиерей многое имеет. Что хорошо это говорит Андрей Кураев. Во сколько раз увеличили? В шесть раз сразу увеличили поборы. Грабители. Они князьями себя считают. Меня как-то спрашивает один священник. Ну а вы знаете такого, чтобы архиерей ездил и не брал поборов? Я говорю, знаю. И совсем не берет. Я говорю, совсем не берет. Не слыхал даже такого. Я говорю, слушай внимательно. Евтихий, Домодедовский у патриарха. Патриарха Кирилла. Гундяева. Домодедовский. Викарный. Курочкин. Вот познакомьтесь, пока он живой еще. Съездите в город Ишим. Богоявленский собор. Он сейчас как бы на покое. У него носков не было, как у Яна Шанхайского. Максимовича. Он у нас был 13 лет епископом. Вот это настоящий епископ по сребролюбию. Никогда, нигде не требовал. Но и он гол, голоден не был. Батюшка едет, нагрузится там. И меду еще только не увезет. И деньги. Все. Почему? Законная его добыча. Он архиерей, нужно его кормить. Десятину надо отдать. Вот и все. Или с десятины, потому что он не один. Священники еще есть. Существуют и сейчас границы приходов. Видите, это все обман. Приход один, вселенная. Идите по всему миру. Другого нет. Так, мне что я говорю-то я ему? Вернусь назад немножко. Михаил. Ну, что ты, Михаил, вопросы задаешь такие. Михаил переводится никто, как Бог. Тебе никого не надо спрашивать, кроме Бога. Я отвечаю сейчас по вам. Михаил, я вас не знаю. Вы выйдете на меня по скайпу, можем поговорить где-то. Ну, а так я просто, ну, говорю, как в пустоту. При границе приходов. Да, они устанавливают границы приходов. По какой? Ну, может, по району или где-то. То есть, выдуманное все. Вот у меня приход есть. Я мирянин. Но у меня приход есть какой? Ну, то, что я захватил. Живу в Барнауле. Захватили мы от порта Находка, Владивосток, до Лиссабона, Португаль. То есть, от Тихого до Атлантического океана, Скандинавия, Прибалтика, Турция. Все, что где мы проехали, где дарили книги. Это мой приход. Вот здесь я и тружусь, рассылаю. Ну, а так-то куда ушли книги? В Австралию, Великобританию, в Америку, в Канаду. Нынче из Канады нам везут даже ребенка в наш лагерь. Я его, как начальник и организатор этого лагеря, 44 года он уже. Видите, это моя, у меня большая епархия. А я мирянин, чтец. Это формальность или есть строгие правила? Никаких правил нет, отвечать не на что. Совершенно затуманили мозги. Может, и вас тоже уже не поразили. Нет правил. Значит, нет никакого и нарушения. Нарушает ли канон РПЦ священник, когда выезжает до совершения треб за пределы своего прихода? Конечно, не нарушает ни одного этого... Он нарушает в том, что не проповедует. Каждый день, каждый день. Служба, если он где-то живет, ему достаточно. Суббота, воскресенье. Остальное время иди на благовестие. У тебя храм будет переполненный. Я расскажу то, что с вами не видел, а слышал. Слышал из источника на 100% достоверного. Я проверял. В Барнауле был прислан батюшка Голосов, отец Владимир. Он русский, но, видимо, был на Украине. И там его бургомистром или кем-то он был. Он помогал русским и партизанам. Но потом все это как-то у него... Отпосадили все-таки его. Он с Белоруссии, видать. А у него племянник Войтович, отец Николай Александрович. Говори. Воистину открес. Настю? Ну, хорошо. Ну, давай в роддоме-то молиться за врачей надо из-за нее. Аллилуйя. Спаси, Христос. Видите, вот утро начинается, и меня со всех сторон люди ищут. Помолись, а в роддом повезли. Какое я отношение имею к роддому? Но для меня это уже что? Это ты святое, сто поклонов. И дальше своими словами. Я не вижу, видно, нет. Очень мне неудобно сейчас одному говорить. Вот кто знает, значит, услышит. Настенька звать ее. Помолиться в роддом. Трудное дело. Дело Божье. Как у мусульман, говорит, подарить Аллаху семь сыновей. Если не победили бы большевики в 17-м году, у нас бы было 650 миллионов. Это выкладки Дмитрия Ивановича Менделеева и напечатала на развороте комсомольская правда. Газета такая есть. Вот. Нарушает ли каноны священия? К РПЦ. И, конечно, он еще не нарушает. За пределы своего прихода. Пределов его прихода нет. Он в любом может везде идти проповедовать. Везде. Почему нас толкают? Мы к РПЦЗ относимся, к зарубежной церкви. И поэтому над нами эти священники не имеют власти. И когда мы где-то благовествуем, раздаем Евангелие, они лютуют. И ослушайте внимательно. Держитесь, чтобы не упасть. Евангелие, которое мы раздаем, а они их собирают и сжигают в церковном дворе. Евангелие. Ну, кто это-то? Чьи это люди-то? Ну, непонятно, кто гонитель, кто уничтожает Слово Божие. Это осколки Диоклетиана, Ильиана или Ульянова. Даже такое было. Хвалятся, как они живут. Прямо же хвалятся. Мои книги, дескать, сожгли, когда стал проверять трехтомник где-то. Но оказалось, что он соврал. Ну, это и хорошо. Они лютуют. Вот. У нас был архиерей местной епархии. Московского патриархата. Сегодня у нас что, вторник? Позавчера, в воскресенье он приезжал. Вот я написал патриарху как-то, что дали такую архиерей нам. Он был еще епископ. Сейчас он митрополит. Тут на четыре епархии разбили. Что епархия хоть на местность Алтая отдохнет. А то и епископы-то не такие были. А гонители разные. А этот, ласковый, улыбчивый, свое дело делает. Он долго был где-то на приходах. У него опыт огромный. А этих ставят там хористом был или регентом. И лепят его в епископ. Он рукоположен раньше времени. До 30 лет он не имеет права совершать служение. Это прямо 6-й вселенский собор, 14-15 правил. Он не действительный архиерей-то. Говорит, а царь-то не настоящий. Так архиерей. Так. Выезжает за пределы своего прихода. Но я говорю, что, во-первых, все обман. Куда позвали, если ты можешь помочь, съезди. Ни на кого не смотри. Вот говорят, я буду крестить правильно, а у меня архиерей запретит. Пусть запретит. Одного, второго, третьего. А дальше уже патриарх будет разбираться. Народ поднимется. Вы знаете, как было в Румынии? Николай еще ушеску. Убрали священника с места на место. А он не пошел, как русанцев Валентин. Вот. А дальше уже другое. Поднялся народ. Сукаритата смели. И все. И диктатора этого поймали, расстреляли вместе с женой Еленой. А началось все со священника. Ну, Валенька, не бойтесь-то. Пойдите на это. Ты исполняешь правила и не бойся архиерея. Златоуз говорит, никого так не боюсь, как епископов. Самое страшное, что есть на земле, это, наверное, миссионерские отделы с епископами. Но надо их выправлять. Отделы распустить, с архиереем работать. Архиерей нужен. Существует ли каноническое правило, что любое священнодействие священник совершает только с разрешения епископа. Ну, безумие какое-то уже. Да какой это начальник-то? Какой это отец? Отец кого должен бегать? Спрашивать губернатора, мне сына отпороть или пускай пьет. Нет этого нигде. Это епископское самодурство. Вот этот устав приняли церковный. Старосту может сменять. Это беда. Никакой власти нет. Он берет, а сам ничего не делает. Чтобы в прихожей везде у него были. Он не занимается. Ему надо идти по людям проповедовать. Он не знает. Но он эту административную структуру, которую Сергий Строгородский сохранил через предательство Сталину и Берии. Церковь на утку подали. И они это оттуда выкормыши эти. Если так, то епископ будет завален ежедневными просьбами десяткам священников и парки. Дать разрешение. Ну так можно говорить. Не фухни, не пухни без него. На двор сходить, надо просить разрешения. Яйца варить. Вкрутую или смятку к архиерею. Если нет, то какими правилами РПЦ это регламентируется? Жадностью. Государство больно трусостью и корыстью. И трижды церковь больна. А кто это сказал? Краснов Левитин. Шесть сроков отсидел в сталинское время. Церковный историк. Нигде не регламентируется, ничего этого нет. Отвечать не на что. Все это выдумка. Выдумка сатаны, который притворяет вот эту жадность через архиереев. Пусть он снимет с себя все лишнее и идет проповедовать босиком. У меня есть такая фотография. Я иду с посохом, посох евангельский, нам написано, евангельский посох, босиком. Я вот иду по городу босиком, по асфальту, иду в краевую администрацию, в краевую прокуратуру босиком. Ни носков, ничего нету. Рваные на мне штаны, но с заплатами. Заплатами. Везде принимают, еще как принимают. К данному письму прикрепляю ссылки на публикации интернет-издания, где я работаю, связанные с описанными выше проблемами. Не люблю слово проблем, нерешенными вопросами. Замените его. Буду благодарен вам, если вы прочтете статьи и напишите мне свое мнение о прочитанном. Я ответил. Жулики, мародеры, разбойники. Сборище священников на пути в Сихием, как Святая Библия называет их, сборище. Что на это ответить? Вот к нам приезжает вы что-то, священники, никогда, ничего, нигде, кроме ласки и внимания. На нас нападает, сейчас тут есть Славгородский, его поставили. 5 мая только ему год как епископом, и он на нас нападает, и мало того, лжет, лжет. И кто с нами знает, тех, дескать, вот как будет он поступать с ними, за дверь, стоять будете на улице. Священники приедут, могут под запрет попасть. Я когда сказал нашему архиерею, я его своим зову архиереем, митрополита Сергия. Вы видите, в машине, я уже немножко вчера коснулся выставлять. Думаю, сегодня уже начнут выставлять все эти ролики. Потому что не я их закачиваю, а мне вообще невозможно. Один ролик 5-6 часов идет, закачивается. Еще раз прошу ответить на мои вопросы. Со ссылками на правила РПЦ не могу ответить. Правил нет этих. Так как надеюсь, что это поможет мне грамотно выступить в защиту незаслуженно попавших под суд хороших батюшек. Помогите добиться справедливости. Вот Михаил. Несправедливости добиться. Это нет, чтобы мы за справедливость боролись. Если здесь справедливость, то суда Божия не будет. Это Иоанн Златоуст доказывает. Несправедливость как раз доказывает наличие суда Божия. Бог справедлив. А здесь она не восторжествовала. Значит, это в другом месте, а где? На суде Божьем. Вот самое мощное доказательство того, что будет суд Божий. На перстнике разбрата есть. Грозный судья вас ждет. Вспомните Михаила Юрьевича Лермонта на смерть поэта Пушкина. С уважением Михаил Зеленчуков. Ну, я могу сказать, почти наверняка бывает, если вы открыто, так я вас не мог уже под вопросы ставить. На вас могут напасть наши недруги. Вы никого не бойтесь. Вы, я могу вам сказать, добиться справедливости, если нужно, под это слово подойти. Что говорит об этом Бог? Ваши вопросы неправильные. Если Евангелия этого нет, о том не рассуждаем, говорит Иоанн Златович. Что в Библии нет, о том не рассуждаем. Об отпевании нет ни слова, и об этом не рассуждаем. Это навязанное сатаной, не человеками, а через архиерея, который орудием сатаны стал. Не можете служить Богу и мамоне. Он Бога-то не знает, он мамоне служит. Он боится, что отпоют где-то и не поделится с покойниками деньгами. Для него деньги не пахнут. Он провонял уже этими покойниками. Ну, с уважением я принимаю. Но когда я отвечу, будет ли ваше уважение, не знаю. Список публикаций сетевого издания НТНКТВ.com. 11 мая 2015 года. Епископ Владимир. Вы Бога забыли. Вот так. Ну и где тут написано. Зайдите, заряжайте. Такое смотрите. 4 мая 2016 года. Скоро гром грянет. Я посмотрел, там не на что отвечать. 25 апреля 2016 года. Западенцы. Это оттуда западные все понанесли. 16 апреля 2016 года. Православные новокузнечане ограничены в праве надпевания. Статьи-то какие. 6 апреля 2016 года. Не до шуток. 9 апреля 2016 года. Миром правит двуликий Янус. 10 ноября 2015 года. Если не излагать за вымогательство, в церкви останется разве что с десяток епископов. Я думаю, ни одного не останется. Ни одного. И в тихий Курочкин был, он ушел на покой. 6 ноября. Вот на эту тему Андрей Кураев все показал. Там у него большой материал. Ну, зарядите как-то. Вымогательство. Что делать? Священники иногда продают даже машины, если есть, чтобы только с архиереем рассчитаться. 6 ноября 2015 года. Даже в церкви все не так, все не так, как надо. Все не так, все не так. Ну, а где так-то? Я отвечаю. Ответ будет дан завтра. Ну, вот, видимо, я сегодня уже закачаю. Если Господу будет угодно, то будет. А выставлено послезавтра. Вы видите как. Ну, я-то вчера отвечал. Ну, значит, на день раньше, может быть, даже. Церковный бизнес и мародерство. Это я отвечаю. Мои слова. Я за них отвечаю. Пусть меня вызовут в суд эти мародеры. Я им прощищу мозги. То есть не я, а Слово Божие. Расскажу. Я их не боюсь нисколько. Они надо мной власти никакой не имеют. Полное неверие в жертву Иисуса Христа. Вот что. Обман тотальный и на мертвых. Ибо проверить, получил ли человек обещанное скадильным дымом царство, невозможно. Кроме обманных сновидений. Откуда? Оттуда. Инквизиция. Индульгенция. Они принесли оттуда. Это западенция. Оттуда все принесли. Индульгенция. Но там-то справку дают у них. А здесь он не может дать. Что он сейчас в честилище. Потом мучается, вылазит, воды напьется. У них это расписано. За сколько, какой грех. Если простой. Мужчина там сблудил один. Одна такса. Сблудил замужняя женщина другая. Если монах третий. Если монах с монахиней. У них все расписано. И сколько раз совокуплялся. Это там работают. Они католики работают. А это ничего нет. Он так. С бухты барахты. Отпевание это не таинство из себе таинств. Нет. И от отпевания ровным счетом не зависит будущее обдираемой липки. Тема-то выдумная. Они могут сказать, как они. Вот придумали, как эти западенцы-то здесь приехали. Ну, это было. Ну, было. Значит, так заказывают. А как вам с отпеванием? Один, батюшка, или чтобы с псаломшица. Цена другая. А если хор? О! Как сразу подскакивается на хор. Это то, что всем досталось. Воронье на падаль налетело. Воронье. Хищники. Коршунье. Ну, я понимаю, в Индонезии. Они, кто умрет, они его на высоком месте. Кладут там солома сырая, чтобы больше дыма было зажигается. И кондоры летят. Они его обгладывают до косточки. Все. А косточки сжигают. Государство, в котором нет кладбища. Ну, тут понятно, все как надо. А здесь нет. Ни за что не отвечает. Деньги, 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 деньги. Я раньше считал, спросили девочку в школе, там в Америке, будто бы это было. Что самое главное? Она ответила. Для женщины косметика и мужчины. Это главное. Главное ей. А мужчина, мальчик ответил. Деньги, деньги, еще раз деньги. Будет женщина, будет вино, будет еда, кадиллаки, все будет. Вот слушайте теперь внимательно. Вы задали вопрос. Мне я переадресовываю к Богу, всемогущему. Имя ему Иегова, Бог Саваов. Михаил, научитесь критериями Священного Писания мыслить. И у вас будет по-другому. Не считайте никаких правил, их нету. А вот это есть, что все это пустое и обман. Обман, который хлынул волной с Украины. Они между собой объединенные, они целые составляют отдельные, как даже не знаю, как Орда или какая оттуда есть. А зачем же ты приехал сюда? Гроши заробите. Гроши заробите приехал. Они не работники, не благовестники, бритые. Посмотрите на их рожи. Даже не лица-то, лика-то нету. Если это образа, это образины. А Слово Божие говорит о другом. 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам, всем и архиереям этим, должно явиться предсудилище Христовое, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Соответственно, не тому, что отпевали, не отпевали, а соответственно тому, что он делал. Он, не за него делали, а он делал, когда жил в теле. Он, это душа. Тело, как будто бы ему не принадлежало, но он в нем жил. Это избушка, хижина. Когда тленное-то наше вместилище разрушится, мы имеем нетленное жилище на небесах. Тело другое, жилище называется. Вот прочитайте 2 Коринфянам 5.10. И все на этом. И архиерею покажите, ты же умирать будешь. Что ты делаешь? Матфея 23.34 Тогда скажет царь тем, которые по праву и сторду его. Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. И то, что он не будет отпет, и никакой роли не играет. Тут нет нигде про это. И дальше напоили, накормили, посетили, навестили. Вот это будет иметь. А не то, что архиерею увидел покойника и палочку поставил с каждого покойника, отдайте ему 200 или 300 рублей. Подавится рано или поздно. Лопнет черева. 1 Коринфянам 6.9 Или не знаете, что неправедное царствие Божие не наследует. То есть архиерея, это царствие Божие не светит. Такому архиерею лживому. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, а для него что? Корень всех зол сребролюбия. Он идолослужитель. Он мамонист служит золотому тельцу. Ни прелюбодея. Он прелюбодействует с миром. Посмотрите, где он встречается, ездит. Ни Малакии. На Малакии кто? Это на ком творят грех. Роль мамы исполняет мужчина. Через задний проход. Ни мужеложники, а это уже тут понятно. Геи. Ни воры, ни лихаимцы. Вот они куда попадают. Лихаимцы. Ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует. Вот я им говорю, они, а вы, зноречивые. Я отвечаю Словом Божиим. А архиереи могут сказать, ты враг всякой правды, сын дьявола. Да коли будешь совращать с прямых путей Господних? Слова апостола Павла. Волхву Иллими. 1 Петра 4, 18. Если праведник едва спасается, то несчастивый грешник где явится? Ну где явится? В раю, если отпоете. Вот они знают, как ответить. Обман. Они не верующие. Они и покойников не оставляют, пока не обдерут, не обгложут. А не привыкли с мощами возить это? Трупа поклонники, трупа еды. Лука 16, 26. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть между грешниками в раю и раем. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же оттуда к нам не переходят. Вот и все. Но отпоют он перейдет. Бредни пьяных старух Златоуз говорит. Галатам 6, 7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. То есть если по-другому делать, Бог поругаем. То есть архиерей, который на Новокузнецке, он ругается над Богом. Над Богом. Подайте на нем в церковный суд. Сучите, гремите непрерывно. Он разбойник. Что посеет человек, то и пожнет. Человек, когда он живой. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. То есть сейчас мрад. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Ни при чем тут архиерей, ни при чем отпевание. Нет. Ничего этого нет. Он жил, достойно причащался тайн христовых. И при счастье не в оставлении грехов, это добавили. А для жизни вечной. Оставление грехов на исповеди. Даже это-то и все обманы идут. Чаще причащайся. Да не чаще. Если грех сделал аборт один на 10 лет от ученого. Правило Василия Великого второе. На 10 лет. А если вот архиерей этим занимался, сребролюбисто. У него срока никакого нет, пока не отстанет. Его запрещать в служении надо. Экклесиаст 11.3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Вот почему вы сюда обратились. Потому что Бог дал мне знание Библии. Я вам отвечаю. Полные облака. Я на вас проливаю этот дождь. Это Бог облаками нас называет. Облако свидетелей. Павел говорит. Если упадет дерево на юг или на север, то там и останется, куда упадет. То есть умер куда? Каким умер? В чем застану, в том и сужу. За гробом нет покаяния. Нет покаяния. Без покаяния нет прощения. Все. Нет покаяния. Иоанн Златоуст. И так понятно. Человек умер. И ничего больше нет. И дела его идут вслед за ним. Все. Упадет дерево на юг, на юг, а на север, на север, значит, замерз. Ничего нет. Чтоб бегство не случилось зимою. Там останется, куда упадет. Его нельзя уже через пене перевернуть это дерево. Ну, упадет дерево, перетащите его. В лесу. Да засыпется сучками и грехами своими. Даниил, 13,55. Даниил сказал точно, солгал ты на твою голову. Ибо вот ангел Божий принял решение от Бога рассещет тебя пополам. Это говорится, говорю, тем, которые считают какие-то правила, там отпевать нельзя. Вообще отпевать нет этого слова. А помянуть, благословить, путь дальний, это есть. У церкви православной это принято. А какая польза? Не знаем. Это утешает сердце человека. Златоуст говорит, польза есть от милостыни, из дел, которые он сам делал. Вот я здоровый, крепкий, и подал милостыню, как золото. А заболел уже полумертвый, как серебро. А когда из твоего же имения по завещанию раздавать будут, это как медное. Вот такое есть еще изречение. Поэтому берите золото. Матфея 24,51. И рассещет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плащ и скрежет зубов. Это участь архиереев и всех лицемеров. Вот они где будут. Рассещет пополам. То придет господин раба того в день, в который он не ожидает, то есть умрет. И сейчас, в который не думает, умрет внезапно. И рассещет его. И подвергнет его одной участи с неверными. Милуки 12,46. А дальше надо написать. Но если перед архиереем мертвец предстанет, это тихий человек. Вот тогда ничего ему не будет. Это есть такая книга, дикари живут на западе. Там он приехал, зоолог, а его прислуживает один и зовет его Маса. Маса, то есть учитель. Маса. Там люди с гор пришли. А они не одни пришли, они с тихим человеком пришли. Одень штаны, чтобы они увидели тебя. Они пришли увидеть человека белого, который штаны носит, они не видели-то. Но он говорит, мне неохота было, но я надел штаны, вышел. Стоит большая группа дикарей этих. И они что-то делают. Я говорю, а это что за сверток? Это тихий человек, то есть умер. Они его очень уважают. И он никогда этот тихий-то человек, он умер уже. Он не видел европейца, в штаны одеты это. И они ему лицо раскрыли, приподняли, чтобы он увидел. И они ему что-то говорят, дескать, смотри. Вот эти люди приехали откуда они, штаны носят. И все это тихий человек. Вот архиерею приносите и показывайте. Скажи, тихого человека принесли. Выйди, архиерей, ты желал принеси. Вы его в конце концов заставите попятиться. Ему они снятся, будут мертвецы. Его завалить надо мертвецами. И Крестьяц говорит, 1.15. Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Вы запомните, что я вам даю? Того нельзя считать. Вот и все. Этого нет. Если он кривой был, кривой. За гробом нет покаяния, нет исправления. Это дается напоминание. Может быть, какой-то грех просится. Может быть. Все это под сомнением, под полным. Да упокоит. То есть это пожелание. Спроси батюшку, упокоил в обительх небесных? Не знаю. Цыгане любят. А еще если священник выходит на крыльцо, Это все в таксу записано. Цена еще в два раза больше будет. С кадилом, да не один. Заметьте, как с хором, без хора. Выходить на встречу покойнику нет. А приносят цыгане. Деньги-то есть, наворожили. Ворованное, бесовское все. Откуда вы, цыган? Вот так. Епископ потому и требует это делать при храме, Чтобы следить за прибытком и урвать себе. А не вынесли свое трупное отношение, решение, Что и самоубийц можно отпевать. Не отпевать нужно учиться, А плакать на взрыв за отступничество от веры евангельской. Малахия 3.18 И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, Между служащим Богу и неслужащим. А тут нет, разницы нет. Главное, что отпеть и дать деньги. Отпеть. И вот он будет стоять лгать. Никогда в глаза его не видел. Нечестивца. А вы прочитайте житье Андрея Юродивого. У Симеона это есть. Отпевают. Попы идут. Архиерей идет. Его принесли Новокузнецкому. И вот он кодится святыми у покой. О-о-о-ой. И дальше души раба свои. А он, видите, идет демоны. Демоны. Черти рогатые, хвостатые с копытами. Грохот в бубны бьют. Сыплют пеплом. И вонючие из туалета водой кропят всех. И будьте вы прокляты христиане. Человека повинного во всяком зле. И вы желаете царства небесного. А сатана трезубцем вынимает из него душу. Вот где. Откровение было. Это в житиях святых. Дмитрия Ростовского. Посмотрите. Андрея Еродьева. Вот тогда вы увидите на суде Божьем различия. Тогда. Сегодня это не видать. Любого отпоют. Деньги в карманы пошел. А то батюшка один ревновал. А нельзя таких отпевать. Но послали-то в Грузию. Тогда было одно. А то мне рассказывают грузины. Так ты будешь отпевать или нет? А он за кинжал держится. Батька, видимо, дело простое. А какой служка был, батюшка, иди. Иначе зарежут. И он пошел. Идет за гробом. А ему с одной стороны в карман толкать. Чего такие рукава? Карманы-то, как у сыганки-то. Я архиерея сказал, вот раз был. Еще рукава-то, как юбка у сыганки-то. А он засмеялся. Так это греки нас наградили таким. Ну, маленько уменьшите. Раз в восемь хотя бы. Рукава-то. Вам же не с прилавка воровать. Вы открыто берете. Цыганке для чего нужно? Чтобы раз под подолой не видно было. Никаких канонов нет. За деньги получает Царство Небесное. Пойдут в муку вечную. А праведники в жизни еще праведники. А они в муку вечную пойдут. Вы ничего не обещали, обманули. Еще один грех сделали. Марка 1.5. Говорят, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это не мертвым, говорится, живым. Покайтесь и веровать. А не веровал. Учись его с сатаной. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно. Благовествование Христово. Чтобы мне приду ли я и увижу вас. Или не приду. Слышать о вас. Что вы стоите в одном духе, подвязываете единодушно за веру евангельскую. Никаких канонов не ищите. Их нет. Нет. Архиерей Самодур. И с ним надо разговоры вести по-другому. Мне вчера звонит один священник тоже наш и говорит. В интернет-то выставляли, что архиерей был? Я говорю, да, выставил. Немножко. Дальше будет. Так он позвонил со Славгорода. Всеволод. А он Владимир Александрович по-мирскому-то. Володя. Всеволод. А теперь Всеволодом стал в виде князя. Всеволод. То есть над всеми Володями. Я бы уже расшифровал ночью сегодня. Что он означает. Почему имя такое принял-то? А не Владимир-то. Вот патриарх Алексий Второй был Алексеем. Алексеем остался. Монашествия имя не заменил. Так вообще из другого святого. Ну Алексей Божий человек. Алексей митрополит там был. Тут все надо разобрать и увидеть. Выводить их на чистую воду. Ну и что? Так он беспокоится. А батюшка на сайте Сааким. Он говорит, у меня компьютера нет. Я не знаю. На меня. Да, я сказал. Это волк лютый с Украины приехал. Всех травит. Он хочет Майдан тут устроить. Западенцы. Предатели. Мазепы. Еще кто. Ну вы не знаете кто? На кого они главный ориентир-то сегодня держатся? Соберите всех, которых они сегодня чтут, кому памятники ставят. И увидят, что из этого получится. Какое махно махнатое вылезет. И не на душу подвязаться за веру евангельскую, не за поповскую. Царство Божие они не строят. Они не знают его. И вот коротко, немножко на сегодняшний день, ну показать. Вот это у нас моя страница, в моем мире люблю. Здесь можете заходить, спрашивать, ну и все остальное получать. Так я хотел еще вот что сказать. Что 123 занятия было в Потеряевке. Мы их заранее приготовили. Я их открываю. Но они открываются на другом месте далеко. Их нет. А здесь я их выставляю. Они тут видать. Вот она. 52 занятия в Потеряевке. С кем поведешься. Вот вы повелись с этим, с архиереем. То от него и наберешься. По тематике я веду занятия в Потеряевке. И другое. А другое это 4 тысячи с лишним... 1124 вопроса и ответа. Я их там открываю. Они начитаны раньше были. Это уже 33. Почему наши посты такие? Вот. Они открылись сегодня на нашем видеоканале. Но их там не видно, они далеко. Вы сами ищите или заходите на мой мир. Вот здесь найдете. Ну и вот на форумы. Немножко хотя бы показать. Тут уже это было. Вот пишет кто Юрий Русских. Он уже был кажется. Христос воскресе. Очень часто мне в голову влезут маты. Неоткуда берутся. Чаще во время молитвы или размышления моих о Боге и вере. Некоторые знакомых говорят, что это сатана. Так это или нет? Да так. Сатана. Это дьявол. Дьявол в башке. Много матерился. Вот мне они не лезут. А почему? Мне вот 10 июня будет меньше месяца. 77 лет. Я ни одного мата не сказал в жизни. Ни одного. Не принято. Отец матерился. Было такое. Ну по пьянке где-то. А у меня не было. Не было. Я поэтому просто блудник. Он все время будет видеть блуд. У него будет. Как Лев Толстой говорит. Ему испуганный такой. Там один князь. А если кто говорит умер. Как его побороть? Подскажите. Ну как побороть? Твоя заслуга. Ты их впустил в себя. И у меня нет опыта как с ними бороться. Я знаю страх Божий. Плакать надо. Молиться. Молиться. Плакать. Жертвовать. Милостыню подавать обильно. К причастию конечно не лезь. Воздержись. А не так. Чаще причащайся. Исповедуйся. Кайся. Никакого слова не говори. Возьми обед молчания хотя бы на месяц. Ну то есть способы есть какие-то. Я не могу вам предлагать какие-то. У меня опыта никакого нет. Потому что я не боролся с этим. Нет у меня его. Ну. Считать читал про это. Написано что человек привыкший к бранным словам вовек не отстанет. То есть как блудник. Пока огонь не прогорит. Это от блуда. От этой жизни. Ну и прочее. Вот у нас кто поселяется должен сказать не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А питье легче бросить. Если даже запойный пьяница. Почему? Он отравлял в себе внутри. Внутри 30 сантиметров. Все. Дальше ничего. От арта до этого. До желудка. А от курева дальше. Табак идет на 3 метра. Дальше идет табакуру. А матершинник на 30 метров. То есть он заразил еще больше. От матов еще труднее. Самое трудное из этих грехов. Это маты. Ну так что трудись. Как только заматерился. Мысли подходят. Сразу возьми шил и язык проколи сам себе. Иголкой или. И дурь эта отойдет. Елена Власенко. Добрый вечер. Подскажите как быть. Знакомая молодая семья не посовещавшись до конкретного ответа об освещении жилья и машины. Жена, то есть моя знакомая, решила освятить жилье. Но с мужем до конца не определилась. И сейчас пока я у них была в гостях, он мне говорит. Да вообще это все не нужно. У меня вера в сердце, в голове, в душе. А освещение ничему не нужно. Я ему привела пример. Как только за счет веры и освещения убереглась от аварии. Но поняла, что бесполезно. Он мне говорит. Да это все попы. И толку от них. Вот они и наркоманы, и коммерсанты, и так далее. Я ему опять говорю. Это не так. И что они, конечно, такие же грешные люди. Но им Господь даровал нас защищать. И так далее. И в итоге попросила не осквернять веру. Но на душе так тяжело. Я могу подсказать. Оденься как следует. Это первое, что Елена. Без платка нигде не появляйся. Волосы не среди. Вот и первое. А я бы с ним поговорил, думаю. Может быть он осветил. Ну нужно ли ему это? Может быть и не нужно. Зачем? Если он не верит. И он может быть прав. Не надо это делать. Я слышал такой видеонекдот. Что-то батюшка с Равином дружили вместе. На одной машине. Это старое время ездили. И договорились. Ну не касаться веры-то. Что-то делать. Но батюшке опасно ездить-то. И он взял и осветил машину. Когда еврея-то не было. А тому кто-то сказал. Видел. Он что может? Освещение? Так он взял и обрезал выхлопную трубу маленько. На сантиметр. Ну это конечно разговор. Кто к чему приучен, тот то и делает. Одному надо крапить, другому резать. Пусть это не делает. Но стукнет Господь. Может быть вспомнит. А вы как считаете? Я считаю нужно. У нас все освещили жилища свои. И машины. И транспорт. И у меня ездили на газели. И три архиерея освещали нашу машину. В разные годы. Вот как нас любят. Патриаршие. Патриаршие все. Ну вот и все. Пока я не показал свой видеоканал. Вот он видеоканал. Посмотрите. Какой наш большой видеоканал. 4 тысячи. Теперь наверное уже около 700 роликов. По сети. Просмотров 2 миллиона 623 тысячи. 624. И подписчиков 3 тысячи. 505. Нас занесли наш видеоканал в СМИ. Почему? Не знаю. Ну видимо какое-то количество определенное. И оно уже какую-то роль играет. Сейчас обновлю страницу. Посмотрю. Есть или нет новое где-то. Ничего пока нового нет. Заказчик идет где-то в другом месте. Я постараюсь видеть. Ну и главное. Это во свете Библии наш православный библейский сайт. Тут вопросы. Тут много-много-много чего есть. И Златоуст 50 книг. Аудио только насчитано. Здесь же все божественные. Заходите. Здесь нажать на ДВ канал. Выскочишь. А здесь на форум. На форуме на нашем. Вот я показывал. На форуме. Не один, говорится. Не два. Не две темы. А 1593 темы. Вот он как выглядит наш. Посмотрите. Форум. Прекрасно. Легко искать. Заходите. Можете свои тут темы ставить. Тут все описано. Ну и на сегодня все. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. А я мог бы даже еще маленько даже показать хотя бы фотографии. Говорю. Не ворую я у него икону-то. С каким расположением. Вот мы идем мимо нашего храма. Вот он идет. Митрополит Сергий. Не знаю видно, не видно будет. Володя снимает там. Ирина идет. Устиного ряда. Ну и сзади я не знаю кто там. Терентий вроде идет. Или Сергей. Вот. Это подходим к храму. Дальше вот он в храме. Посмотрите. Приехал с диаконом. А диакон как-то сказал. Я вел занятия в летном высшем авиационном училище. А он там был курсантом. А теперь он здесь. Вот. Освещает Дикирий и Трикирий. Это свечи такие. Наш алтарь. Там видно еще священника Димитрия. Вот здесь архиерей стоит. Это приехал архимандрит Филарет. Вот. Это отец Иоаким. И здесь священник отец Димитрий. Он здесь в семинарии преподает. Вот. Еще икону дарит. Вот он как. Батюшке. Вот здесь. Это подходим к кресту. Я подошел как раз. Крест поцеловал. Вот. А это снимок сделали на общее, на память. Ну кто-то снимал там и несколько человек снимают. А это вот приехал с ними. Я не знаю кто там семинарист или кто. Ну наши люди. У нас все с бородами, все с поясами. Даже самые маленькие ребятишки. Посмотрите как одеты женщины. Какой порядок. У нас шепотом ни одного слова даже нельзя говорить. Ну вы у себя наведите порядок. Никто чужой не зайдет. Чужой будет стоять соглашенными. Если женщина в брюхах приехала какая-то. Ее оденут. Она в платочки придет. Вот архиерей в прошлый раз приезжал. Митрополит Сергий. И привез хористок. Все тут же по нашей форме одели. Здесь и человек. Ну Люба Мила посмотрит. Ну а там в интернете все есть. Посмотрите. Внимательно. Даже такую фотографию нападающим-то не составить. И нигде ни за что деньги не берут. У нас тарелка не ходит. А там ящик висит на нужной церкви. Кто положит. Десятина все покрывает. У нас ни за крещение нигде ни копейки не появляется. Ни за покойников нигде ничего отпевают. Это где-то на дому, на дому батюшка поехал. Отпевает где-то в городе. Кого покойника тащить-то? Зачем его? Покойник не может пойти. Если гора не идет к Магомету, Магомед идет к горе. Покойник не идет к священнику. И архиерей сам будет ездить. Пусть он ездит. По пословице или по изречению Магомета. Мухаммада. Вот и все. Посмотрите какая. Ну они маленько тут как бы приплюснутые фигуры. Ну такой вид. А там он иконы. И там два ласточинных гнезда. Залетают ласточки в окно. И там выводят. Прямо на долтаре. 83-й псалом. 12-й стих. Богу нашему славу вовеке. Аминь. Все. Джиган. Он подкрывает. Алла Тайк.